Рад приветствовать на канале Коинпост. Биткоин пробивает на 4-часовом графике нисходящий тренд, причем делает это красиво с ретестом, а индекс страха практически вернулся в нейтральную зону. Ведь вслед за биткоином позеленели и остальные криптовалюты. Значит ли это, что биткоин пошел на разворот, а всеми движей сценарий пора выкинуть на свалку истории и уже пора начинать готовиться к биткоину по 100 тысяч долларов в 2022 году. Друзья, скажу вам честно, что такое поведение цены может быть первым далеким признаком разворота рынка. Но лично для меня еще нужно закрыть ряд других целей, чтобы возвращение покупателя было подтверждено. Потому что никто не отменял отскоки и бычьи ловушки, а еще никто не может знать будущего. Но зато я могу поделиться с вами своими соображениями касательно поведения цены. А чтобы картина сложилась максимально объективной, также приведу мнение известных трейдеров и аналитиков. Ставим лайк, чтобы цена биткоина двигалась только вверх. Мы начинаем. Новая теория о том, почему биткоин сейчас падает в цене, заключается в том, что китайцы продают свою криптовалюту из-за боязни ограничений, и им нужно успеть сделать это до конца этого года. Эту версию предложил Самсон Моу, директор по стратегии Blockstream. Китай запретил другим биржам предоставлять услуги для населения. Многие площадки уже начали исполнять данные обязательства, и до конца года должны полностью отказаться от клиентов из Поднебесной. Поэтому сейчас китайцы вынуждены продавать. Но Самсон Моу ждет их возвращения на рынок в следующем году. Потому что полностью запретить криптовалюту нельзя, и это далеко не первый банк криптовалют в Китае. Раньше они находили, как обойти запреты, сделают это еще раз. Я согласен в том плане, что после просадки китайского фондового рынка, из-за ужесточения регулирования, объявления дефолта ведущего застройщика Evergrande, и ожиданий на ослабление курса юаня, у них просто нет другого выбора, как оставаться в крипте. Плюс идею Самсон Моу подтверждают данные аналитиков GlassNote. Они фиксируют рост продаж в Азии в ноябре и декабре. Я уважаю Самсона Моу, как специалиста и одного из лидеров крипто-сообщества. Но считаю, что продажи китайцами не настолько значительны, чтобы задампить рынок. В понедельник показывал вам этот график и приведу его еще раз. В декабре объемы продаж на спотовом рынке очень низкие. Также давайте проверим курс биткоина на азиатских биржах. Ведь логично предположить, что именно там торгуют китайцы. Так, на южнокорейской битхамп курс биткоина на полторы тысячи выше, чем средняя цена по рынку. А на японской бирже Liquid он выше на 500 долларов. Во время бычьего рынка цены на биржах в Южной Корее могут быть выше рынка на 15% и более. Даже термин специальный придумали – премия кимчи. Сейчас это всего плюс 3%, но все равно в плюс. Поэтому я не могу сказать, что Азия прямо-таки жестко дампит биткоин. Если китайцы собираются возвращаться на рынок в 2022 году, то почему бы им просто не забрать биткоина с бирж на свои кошельки? Это им пока никто не запрещал. Они же, как сообщают СМИ, смогли сохранить за собой 20% хешрейта биткоина. Так что и саму криптовалюту точно смогут спрятать при желании. Итого, теория с Азией интересная. Но она также не подтверждается цифрами, как и история с продажей биткоина американцами ради экономии на налогах. Пока я отношусь к ней как еще одному способу успокоить рынки, пообещав им, что будет хорошо, если еще немного подождать. Что на самом деле является плохой историей и может довести всех нас в тупик. Поэтому я предпочитаю отталкиваться от цены. И дальше мы разберем, что происходит с курсом и какие ожидания у трейдеров. Вернусь к теме ролика после того, как напомню про DeFi проект Кава. В этот раз разберем три протокола платформы. Минт с токеном Кава, Ленд с токеном Хард и СВОП протокол, у которого есть СВОП токен. Вы можете получать займы под залог криптовалюты через протокол Кава Минт в стейблкоинах USDX. При этом вы будете получать вознаграждение до 40% через Кава Ленд. Платформа вознаграждает как тех, кто предоставляет ликвидность для займов, так и тех, кто берет кредиты. Еще вы можете обменивать токены с помощью Кава СВОП или зарабатывать на пулах ликвидности. Есть лайфхак, как получить прибыль одновременно используя Минт и Ленд. Беря займы в USDX, можно положить их на депозит, затем применить его в качестве залога для нового кредита и так далее. Такой способ требует понимания работы DeFi, но вы существенно повысите вознаграждение от платформы. Начать работу с платформы Кава можно по ссылке под видео. Разбирая цену биткоина, предлагаю рассмотреть прогноз аналитика Бенджамина Коуэна. Он считает, что рост выше 49 тысяч долларов – это хороший признак для начала разворота. Но еще не сам разворот, потому что вряд ли при такой цене на рынок прибежит покупатель. И нужно для подтверждения роста хотя бы подняться выше 49 тысяч 500, чтобы обновить предыдущий локальный максимум. И в момент работы над видео именно в это сопротивление пробовал постучать биткоин, пока неудачно. Для более понятной картины Бенджамин предлагает посмотреть на дневной RSI. Он сравнивает коррекцию в мае и июле с тем, что было сейчас. И тогда настоящий выход из коррекции состоялся после того, как RSI пробил свой нисходящий тренд. Пока мы этого не наблюдаем. Тут я хочу дополнить прогноз Бенджамина, потому что сам сегодня утром писал про схожесть двух коррекций в нашем канале в Телеграм. Тот отскок, что мы сейчас видим, вполне может быть ловушкой, как это было ранее. Давайте взглянем подробнее. После жесткого падения в мае был нисходящий тренд, который затем пробивался. Есть две точки на дневном графике. Первая – там, где цена дошла до середины канала полос Боллинжера. И вторая – где мы достигли верхней границы канала. В обоих случаях затем это были ложные сигналы. Следуя данной логике, можем предположить, что цена может упасть сейчас на 45 тысяч, затем будет еще один ложный рост до 52 тысяч, и оттуда снова пойдем искать новое дно. Подтверждением того, что история повторяется, будет то, что RSI не пробьет свой нисходящий тренд. И отмена этого сценария, если он все-таки начнет расти. Что касается старших таймфреймов, то Бенджамин советует смотреть на 50-недельную скользящую среднюю. Я постоянно рассказываю вам о ней с момента начала коррекции, так что вы должны быть в курсе, что к чему. Он отмечает, что у нас есть похожая модель с разворотом с прошлой коррекцией. Но делать выводы среди недели рано. Сначала должно быть подтверждение в виде закрытия недели выше 48 тысяч долларов. При этом, несмотря на то, что пока Бенджамин не может утверждать, что действительно пошли на разворот биткоина, он считает, что в долгосроке тренд остается растущим, а все дело в удлинении циклов. То есть 100 тысяч или больше за биткоин будет, но в 2022 году. А сейчас мы выбросим с рынка все слабые руки и затем вернемся к росту. Про сигналы о возвращении к росту или наоборот начало падения, я каждое утро пишу в Коинпост Телеграм. Кто хочет быть в тренде рынка на текущий момент времени, уже перешел по ссылке в первом комментарии и подписался на Коинпост в Телеграм. Другой аналитик Олесио Растани предлагает следующий взгляд на цену биткоина. Он отмечает, что цена упала ниже 21-недельной экспоненциальной скользящей средней. К слову, раньше он пользовался просто 21-недельной скользящей средней, но теперь решил перейти на экспоненциальную. Разница в том, что там несколько другая формула, за счет чего больший вес отдается новым ценам. Олесио обращает внимание на сам характер данного падения. Сильный уход ниже зоны сопротивления с быстрым восстановлением может указывать на капитуляцию и нахождение дна. Это также отсылка на коррекцию в мае, там был похожий рисунок по движению цены. И потом мы не опускали существенно ниже первого падения, а после консолидации развернулись и двинулись к новому максимуму. Тут я хочу напомнить вам такой момент, что в отличие от коррекции в мае, где мы сразу коснулись нижней границы полос Боллинджера, во время этого падения там еще есть зазор с падением до 40 тысяч долларов. Но это мое предупреждение касательно того, что мы еще можем поискать более низкое дно. А вот Олесио объясняет, что если мы на дне уже сейчас, то подтверждением этому может быть следующий важный уровень в 51 500, где сейчас и проходит 21-недельная экспоненциальная средняя. Он отмечает, что удивлен тому, что мы очень быстро не восстановились выше этой цены, потому что на сильном бычьем рынке приход к этой линии и коррекция от нее занимает 1-2 недели. В качестве примера он приводит параболический рост в 2017 году. И если дополнить его анализ полосами Боллинджера, то во время быстрых коррекций цена остается в верхней части канала. Также Растани предупреждает, что если выход выше линии сопротивления будет знаком к развороту на рост, то неудачный тест данного уровня наоборот сигнализирует о поиске нового дна. Тогда главной поддержкой будет 40 тысяч долларов. По уровню дна коррекции в сентябре. Пока курс выше этого уровня, Олесио будет рассчитывать на последующее восстановление рынка в 2022 году. Но если пойдем ниже, тогда придется возвращаться к разговорам о криптозиме. Вот такой совместный прогноз у меня получился вместе с Бенджамином Коуэном и Олесио Растани. Надеюсь, он поможет вам во время собственного анализа рынка. Если да, кнопка подписаться под рукой, жми и не пропускай новые ролики. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коэнпост. Подписывайся и будь в плюсе.